Первую лекцию по чистой эзотерике. То есть мы будем заниматься сейчас знанием, закрытым, таким, какой оно должно быть. Но чистая эзотерика всегда включает в себя и знание академическое, потому что знание всегда целостное. С одной стороны, это пласт знания о силовых полях, о тонком плане, о плазинных полях, о информационных полях. С другой стороны, их произвольное, это материальный комплекс знаний, изучающий материальное. Когда мы это соединяем вместе, то мы получаем целостное представление о чем-то. Нельзя разрывать знание эзотерическое и знание бунтогварти. Практическое или материальное. Дело в том, что чистая эзотерика – это основа, это шапка. Мы в настоящее время изучаем что-то всегда, что снизу. Мы начинаем изучение с материального плана. И вот вокруг этого материального плана у нас вертится что-то. Нам читают лекции в университетах, нам читают лекции в институтах, нам в техникумах. И кончая детским садом и яслями нам везде, нас заставляют войти в рамки только материального, отбрасывая все, что стоит в другой плоскости. В плоскости энергии. Но так как материя – часть общей системы мироздания, материя – только небольшая часть энергоплана, сгусток энергии, то без высшего знания, то есть знания о тонких полях, о плазменном мире, о информационном мире, никогда не принять материю, бесполезно, как бы мы ни старались. Даже не принять сознание человека. И вот сегодня мы должны начинать с самого начала, так не печально, но прежде всего с самого человека. Потому что человек, вот именно не печально, потому что мы, изучая все вокруг себя, мы самого человека не изучаем. Нам не интересен человек. Академическая наука не занимается изучением человека. Психология – это тоже не изучение. Поведение изучает человека, уже готового человека, который уже сформировался. Психиатрию изучает больного человека. Медицина изучает тело человеческое, во всех его проявлениях. как оно бывает, как оно живет, как оно болеет, как он умирает. Можно как поднять этого человека, поднять его. А нам предстоит сейчас с другой стороны подойти к человеку. Ведь в человеке заложено всё, это микрокосмос. И нужно это осознать. Но дело в том, что люди-то всё разные. Вот если мы начнём рассматривать человека, мы настолько разные, что между людьми пропасти. Вот некоторые не понимают этого. Особенно интернационалисты, они не понимают, что он под одну гребёнку. Все люди как ходят на двух ногах, голова есть, но руки есть, говорит. Ага, это уже человек, да? Можно сказать, да, примат. Но не человек. Примат говорящий, прямоходящий есть. Но человек это ещё не тело. Тело это проявление сущности, высшей сущности в данной точке пространства, в материальном плане. Через тело. Вот эти вещи нужно понять. Я хочу, чтобы вы поняли, что человек, вот рассматривая его целостно, это не тело, это прежде всего энергетический определённый потенциал, частотный потенциал, который работает, который живёт вот в пространстве и времени и постигает материальный мир. То есть главная наша задача – это изучение материального плана по всех его аспектам и изменение своего внутреннего мира. То есть мораль, нравственность – это следование законам космического мира сговора. Так вот, люди все разные. Вот это нужно осознать. Сатанизм на этом и играет, что нам всё время внушает, что мы все равны. Законы, вот юридические законы, они все одинаковы ко всем. Вот любой человек, он одинаков. Перед законом все говорят, президент, да, да, там, самый последний бомж, одинаково, значит, они ответственны перед законом, перед обществом. Да, с точки зрения нашей юриспруденции, так оно и есть. Вот, в этом-то и беда, в этом-то и трагедия. Я думаю, что идёт нивелировка человека, который очень высок, много понимает, много знает, много может, имеет огромный духовный потенциал и какой-нибудь, значит, бомж, которому ничего не надо абсолютно живёт, лишь бы, лишь бы жить, он даже не знает, зачем он живёт. Но, вот, если этот бомж, значит, нарушит закон, этому человеку что-то плохое сделать, или даже его убьёт, то этот бомж будет отвечать, как будто он бил равного, или такого же, как и сам. Практически что получается? Практически высокие люди, они в нашем обществе почти не защищённы. Они наоборот преследуются по закону нашему, российскому, неважно, американскому, европейскому, везде. Вот эта вот нивелировка, это самое ужасное, самое страшное, что и есть у нас. Практически это проявление сатанизма по преследованию высокодуховных личностей. Когда это случилось, вот эта беда, она давно, с наступлением христианства, то люди, которые были посвящённы, они моментально что-то постарались исчезнуть из социума. Они постарались уйти в скиты, они постарались уйти, уйти, выпасть из общества и сохранить какие-то знания, потому что это фактически механизм уничтожения человека человеком. Люди все разные. Вот посмотрите, мы имеем мир какой? Мир преступников, огромный мир преступников. У них своя психология, у них своё мировоззрение. Они даже в Бога верят, верят в Бога всякие. Там некоторые верят в Бога христианского, у них есть буддистов меньше, но у них тоже есть и буддисты. Там есть мусульман достаточно, наших мусульман, особенно у нас в России, там мусульман хватает, татар много там у нас, башкия много в преступном мире. И у них главная идея, главная идея, это противостоять, противостоять не обществу, не государству, как ни странно, и даже не богатым людям, а вот противостоять их бесит всегда честный человек. Человек, живущий, который развивает свою духовность, который занимается изучением мироздания, который живёт по законам, общепринятым законам космоса, который может быть и атеистом, может быть и любым другим, даже может быть и христианином, но это не имеет значения. Но этот человек всегда раздражает вот этот глаз нижний. Поэтому вечная борьба между отдельными слоями человечества. Неважно, у нас это или где-то на Западе, это закон, который действует, это тот закон, который придуман, создан для преследования высокодуховных людей. То есть всех под одну грядомку сравнять. Но ведь по закону этого нельзя делать, но этот механизм позволяет. Люди все разные, ещё раз говорю. Это я сейчас взял самый низ, взял преступный мир, но есть ещё мир обывателей, обыкновенных обывателей, которые не являются преступниками, они мелкие преступники, так скажем. Чего-то там украл, чего-то там взял, за него это не будут судить, кого-то там может оскорбить. За это никто не посадит, за это никто не осудит. Но пакостить они тоже очень хорошо пакостят. Они даже тем пакостят, что они равнодушны, живут для себя, живут одним днём. Обыватель – это тоже преступник. Он потребляет, он только потребитель. Он живёт только для того, чтобы напитать своё физическое тело, ради этого он живёт, и всё вокруг себя разрушает только ради этого. Так же, как и преступник, почти что. Но он не совершает каких-то особого злодеяний, он вся боится, он вся в страхе. Но эти люди всегда являются врагами высокодуховных личностей. Потому что их раздражает человек, который много умеет, много знает, понимает, ощущает, осознаёт. И всегда так устроена психология этих людей. Им всегда становится не по себе, когда они видят человека, который они осознают, что он высший. Он просто во всех отношениях превосходит духовно. Часто такое можно услышать. А, твои честные глаза, уберите честные. Не могу, сейчас их вытащу, там, и всё такое. Так говорят пьяные обыватели. Они на это не пойдут. Но они не на это есть. Очень часто это проявляется на работе, в обществе. То есть везде, где есть эти люди, они это тоже преследуют. Это надо тоже осознать и понять. Так вот, сегодня я хочу остановиться на том, что люди все разные. И эта долгая тема большая, просто невозможно её раскрыть. Это надо очень много примеров переводить. Но печально. Печально то, что это тотальное преследование высокодуховных сущностей в образе человека идёт не одну тысячу лет. Причём идёт самим человеком. И закон, закон, закон выровнял их всех. Тот же преступник вышел на свободу, он уже такой же равноправный член общества, как и любой другой. Вот вам пример. Обыватель, чтобы он, как бы он не испытывал настроение, чтобы он не дотворил любое преступление по отношению к такому, как вот я говорил, к человеку достаточно высокому и сильному, он за это несёт некую ответственность. Даже морально. То есть, вот беда наша. Ну, для чего я это говорю? А для того я говорю, что когда мы касаемся эзотерического знания и знания в целом, то есть не только эзотерического, но и целостного знания, сейчас буду так говорить, целостное знание, когда и касается и то, и другое, всё вместе, то вот это знание доступно только небольшой группе людей. И нужно это осознать. Попытайтесь кого-то учить бесполезно. Вы не научитесь того, кто не понимает, кому это не дано. Он просто не в состоянии, он просто будет слышать вас, он не в состоянии что-то понять. Он будет звук слышать, но он ничего не понимает. Бесполезно. И поэтому бесполезно работать с таким людьми, бесполезно с ними, их как-то воспитывать, бесполезно внушать. Вот сейчас мне вопрос задали вот недавно, что а можно как-то измениться? Можно. Можно поднять себя, можно, конечно, и захотеть. Когда человек очень хочет, он может всё действовать. Даже преступник. Пример, по-моему, Гюго, там, это самое, отверженный, там один был Жан Вальжан, который был преступником, убийцей, но когда в конце концов он осознал себя, понял, что он на себя представляет, он стал работать над собой, захотел стать человеком настоящим, он он и стал. На самом деле, ментально можно поменять свой генофонд, можно информационный вот этот вот уровень клетки внутри, в ядре, можно изменить, можно перестроить гены, можно построить себя заново. То есть фактически менталитет человека способен на всё, но для этого нужно огромное, что астральное, астральный толчок, то есть огромный эмоциональный взрыв. Вот когда этот взрыв идёт внутри человека, да, вот здесь идёт, что включение двух сил, астральной, ментальной силы, огромное желание, вот, вера в себя, что ты сможешь, и получается другой человек. Ну, это надо время и очень много сил. Я вот, значит, начал с этого, а теперь хочу вам кое-что рассказать. Мы поняли, что люди разные, и что не всем доступно это высокое знание. Для чего это всё говорил вам? Вот некоторые люди, они задают вопрос, а почему, например, древние, уйдя, так сказать, из социума, как я вот сейчас сказал, и вообще, как бы, загернетизировав своё высокое знание, они ничего не оставили нам потомка. Ну, взяли бы, написали что-нибудь, взяли бы объяснили, взяли бы какие-нибудь графики, математику какую-то. Ну, ведь была же математика, невероятная просто. Вот взять те пирамиды, о которых столько разговоров, их параметры там поражают. Взять тоже календарь майя от Альмеков, вот, очень точный, точнее нашего. Ведь, ну, а где это всё? Как они считали? Как они могли это всё помнить? Как они могли высчитать, например, пирамиду, большую пирамиду, что если её умножить на целое число, там, с огромным количеством нолей, вот, масса звезды, третьей звезды, самой большой звезды, со звездой Ориона. Вторую пирамиду на это же число умножается, получается, масса звезды второй. А он не так, а он не там. Третья пирамида тоже на это же число умножается, получается, уже, не так. Это, это просто невероятно, мы не могли это сделать. Так вот, куда эти знания делись? Почему их сейчас нет? Вот, всё просто. Дело в том, что знания, которые вот таким образом достаются легко и просто человеку, даже очень высокому духовному, да, который способен их воспринять, я говорю про самых-самых таких мощных людей, с хорошим менталитетом, с хорошей духовностью, способных, так сказать, видеть то, что другим не дано, но и они не смогут, не смогут это знание принять. Потому что так устойна психика человека. Мы можем. 30% да. На 30% мы рассчитаны. На 30% ты вот прочитал, замечали, что вот мы читаем что-то, мы прочли и ну что, мы ухватили что-то, страницу, мы можем даже сказать о чем это. Но многие-многие тонкости упущены. Еще раз читаем. И еще мы до конца не дошли. Третий раз читаем, четвертый раз читаем. Можно 100 раз прочитать. Можно изучить, выучить каждое слово. Можно наизусть повторить какой-то текст. Но понять до конца то, что хотел автор передать, мы не можем. Потому что автор другая психология. Здесь еще подтекст психологии автора. Словами, знаками не передашь тот смысл, который заложен в тексте. И напрямую, лобовое, прямое знание они не могли нам оставить. Они это правильно сделали. Потому что если бы это они сделали, бесполезно было бы это знание ихнее, оно бы никогда не пришло к нам. Никогда. оно пришло. Оно пришло. И мы можем им пользоваться, и мы можем с ним работать запросто. Но не все это понимают. Вернемся к тому, что люди все разные. Правильно? Преступник, я о нем не буду даже говорить, ему и другие интересы. Обыватели тоже. Интересы чисто материальные, чисто скотские интересы. Это работа со своим, так сказать, физическим телом. Главное, чтобы оно жило, а не отождествляет тело и человека. Пусть они своей дорогой идут. Я говорю о тех людях, которые что-то все-таки начинают понимать. Уже проснувшиеся люди. И все равно эти проснувшиеся люди, каждый этот человек имеет свое собственное суждение, свое мировоззрение, свое представление, видение свое. мировоззрение. И когда вот этот текст дан ему, он может, если чистота его внутренняя совпадает с тем, что здесь написано, он его примет процентов на 50. Он сможет осознать процентов на 50. Ведь, чтобы оттуда понять, нужно что? Сначала услышать, потом нужно понять, потом осознать. А осознание только тогда приходит, когда это на практике проверяется. только вот видите практика. Вот уже практика. Только тогда это является знанием настоящим. Так вот, мифология вся, вся мифология, она именно так устроена, что если человек продвинут, если человек интересуется чем-то, кроме материального плана, чисто материального, он или власть, власть, еще чего-то, если человек действительно ищет истину, он волей-неволей он начнет сам копаться в мифе. Потому что мифы настолько парадоксальные. Читаешь, удивляешься. Либо это глупость, либо это что-то заложено. Сама вот эта глупость, ну, взять там петкувочку рягу, например, этот миф, такой, чистая веда, вы, наверное, слышали, что там старик плачет над тем, что разбилось яйцо это самое золотое. Ну, возьмите, скажу, скротву собери, поди на базар, ну, это ж так, это логика, это для любого этого самого торгаша и для любого бывателя понятно. А тут странно, дед плачет, бабка плачет, что не плачет, ну, что рыдать, а курица им, да я снесу там вам еще нормальное яйцо. Парадокс, странные вещи, невольно возникает вопрос у этого человека, который продвинутый. Для бывателя это глупость, а для продвинутого да, здесь парадокс, здесь что-то есть, он начинает искать. Вот он ключ, первый ключ, обратить, он обращает внимание на миф, который, ну, никак не вяжется. Миф в сказке. Значит, нужно найти вот этот вот парадокс. Почему такой? Откуда этот парадокс взялся? Что это? Это что? Внимание. Это флажок. Я скажу тебе правду, я скажу тебе правду, на меня обратите внимание. Все. Он обратил внимание, начинает копаться. И вот когда он в этот миф начинает входить, начинает разбирать этот миф, что такое курочка рябая, там ключ, бах, понятно, что это информационное поле, ячеистое поле, голографическое поле, именно только ряба, никакая, ни черная, ни белая, рябая, больше никак, да? он понимает, ага, есть, я это понимаю, я сам это осознал, но он это осознает уже на своих частотах, на своем ментальном плане. Он осознает это так, как надо. Он очень глубоко, здесь он по мифу и я, он постигает знание сам, и это знание высокое. Это знание уже, можно сказать, стопроцентное. Но во всяком случае, может быть и не 100, но где-то в этих пределах. Это не 50, не 30. Если бы этот миф рассказать, просто вот написать, его, конечно, можно, вот слабенький этот миф, хотя очень большое имеет, большое значение, расписать его, вот-вот-вот-вот-вот-вот такое, пойми, ну, прочтут, ну, посмотрят, посмеются, могут еще усомниться. А когда сам начинает разбирать человек, он уже без сомнений воспринимает. Он начинает приходить к тому, что знание древних огромное. Это такое, он встречает такие вещи, которые только современная физика, вот-вот-вот он открыл, а то еще не открыла. Ведь многие мифы просто-напросто подсказывают современной физике, как нужно, куда нужно двигаться и что нужно открывать. Их, вот, масса этих мифов, которые облег... что? Они облегли сказку. Они имеют форму, то есть внешнюю форму сказок. Но есть алгоритмы, которые незыблемы в них. Четкие алгоритмы. Это, при этом, все цифровые. Там числа, которые никогда не меняются. Можно оборотить разный сюжет, можно рассказать бог знает что, но эти числа прослеживаются, 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 понимаете, никуда не денешься. Но эти числа не только в мифах. Эти числа все время звучат у человека и в голове, и в строительстве. например, там, вот число 72, где только его не найдешь. Пирамида Кубкулькана, теченицы, 72 ступени. Вот пример, да? Пирамида в Поленке, самая, храм надписи, 72 ступени. Ну, откуда это? С чего это? Вот. И вот начинают искать. Почему вот этот навязчивый 72, 72? В храм стоит пять дверей в этом храме. Только пять. Почему пять? можно же четыре, нет, пять. Пять дверей. И вот, когда начинает человек высокого плана начать соображать, а что же это? Почему 72? А ведь все просто. За 72 года проходит наше Солнце один градус по знакам зодиака. Идя против часовой стрелки по созвездиям. Вот и все. Один градус, 72. Вот я вам просто пример привел, что в мифах, в строительстве, во всем вот эти вот числа, они остаются. И числа это что? Это как бы зацепка. Зацепился за число, да, вперед, за второе взялся опять вперед. И можно в конце концов самому творчески раскрутить какую-то веду. Одну, вторую. Но эти знания, они остаются уже незаметно. Ты, когда сам прошел это все, ты никогда не забудешь. Ты творчески прошел. Малое ты включил еще внутри себя включил еще и связь, чувственную связь, уже интуитивную, с высшим планом. То есть, ты вневольно включаешься в информационный поток, и дополнительное знание на тебя начинает идти, потому что ты идешь правильно. Когда ты идешь правильно, ты получаешь готовое знание на высоком уровне, но получаешь его творчески. Поэтому это знание глубоко проникает в твое подсознание. Вот таким образом огромное количество вед было переложено в мифологию. Нужно было это для чего? Чтобы христиане не уничтожили. Ведь дело в чем? Ведь существует масса книг. Вот, например, Веста. 5 тысяч томов. Где ее взять? Ну, я... Была она, Веста. Да, я знаю. 5 тысяч томов. 5 тысяч книг. Представляете, что это такое? Может, там книги были и небольшие, и большие. Кто знает? Ведь там действительно веды. Там лобовое, прямое знание. Прямое. Но так как это знание бесполезное для будущих поколений, этих книг мы не найдем. Они были убраны. Вот Асф описывает, что тысячи томов лежат. Он прошел это, посмотрел, он нашел списки тех книг, он дал эти списки. Там я не буду их перечислять, там просто нет времени. масса книг, масса книг, которые лежат в хранилищах, библиотеках, закрытых. Им их никому не дадут, даже в руки. И прочесть. Там надо, чтобы до этой книги дойти, там надо, не знаю, сколько пройти проверок и разрешение, потому что все это под особым контролем спецслужб. Но часть книг все-таки, ведь часть знаний ушла. Причем, самое главное, самое основное, она ушла как? Она ушла в форме сказки. Для тех, кто может эту сказку разобрать и прочесть. Вот как древние жрецы хорошо сработали, зная, что люди что разные. Они для преступного мира, естественно, эти сказки не для них. Хотя, есть много всяких разных сказок, анекдотов куча, как два грузина сидят и рассуждают. Давай русские сказки разбирать. Начни к отцу. Ну, посадил дед репку, а этот гиви репка вышел и замочил этого деда. Вот так они понимают. Значит, понятно, что наши сказки для них это пустое место. Для обывателей то же самое. Для детей они читают. Ну, для детей. А для тех, кто не обыватель, кто действительно высок, кто что-то принес из прошлой инкарнации в этот мир и не сломался, не стал зомби, он берет сказку и возникает, что сигнал, парадокс, как пример, вот с курочкой рябы. И сразу возникает, а почему? Неужели глупые были? Нет, что-то тут есть. А раз есть, раз сигнал, то есть, значит, разбирать надо, надо искать. Пошел по этой дороге и разобрался. Вот таким образом древнее знание пришло к нам. Наши жрецы, наши волхвы, они отлично понимали, что спецслужбы, христиане, сначала они жгли эти все, эти книги, потом, ведь спецслужбы, они организовались, ведь не сейчас, они сначала при церкви, вспомните инквизицию святую, это же спецслужбы. У нас был сынок по уничтожению ереси, созданный был сразу же при еще князе Владимире, ведь тогда начиналось вот это гонение еретиков на косты саде, а кто такой еретик? Любой ведический русский, он еретик. И получалось, что они понимали, вот эти книги, вот эти вот ценные, они зашифрованы так, что их прочесть невозможно. Да, они их зашифровали, да, только можно пользоваться специальными ключами, а ключи уничтожены, либо они так лежат там, где их не взять. Гора этих книг лежит, но прочесть масоны не могут, ни масоны, ни спецслужбы, потому что масоны и спецслужбы это фактически одна контора, потому что фактически спецслужбы обычно создаются масонами, и там как раз в основном масоны и работают, потому что это действительно их приогатива. Они и революцию устраивают, они и перевороты устраивают, они и нашу перестройку устроили, 12-й дел КГБ, вы, наверное, знаете без меня хорошо, даже говорить мне надо на эту тему, да, они манипулируют правительствами, это спецслужбы. Так вот, получается так, что прочесть эти книги. Да, можно читать, некоторые читаются, на кириллице есть даже, есть на глаголице, есть много книг на Руднице, есть даже огненные книги, у них есть, лежат, но огненные читать невозможно, бесполезно, а вот кириллицу можно читать, ну и что? Там такие знаки, там такие обороты, там такая галиматья для, даже для посвященного, для неподготовленного ума, что от этой галиматьи может голова пойти кругу, скажут, сумасшедшие пишут, пишут, что несет, что собирает, бессвязный, непонятно, на самом деле, это код, мощный код, который нужно, что, разбирать, расшифровать, но они не могут, но зато, зато народ, через сказки, через песни, очень много песен, очень много песен, непонятных песен, казалось бы нам, но это веда, песни веда, причем эти песни поются долго, они даже до часу песни поются, представляете, такие есть песни, масса этих песен, все это дошло до нас, вот у Афанасиева 10 тысяч, только собранных наших народных сказок, я когда эти сказки стал читать, знаете, интересно, как было, сначала я плевался и ругался, думал, господи, что же они там пишут, это вообще жуть какая-то, там есть такие сказки, что ребенка показывать вообще нельзя, правильно, потому что ребенок их и не должен читать, там чисто сексуальные сказки, такие, что порнография, ну порнуха, настоящая, когда они начинают с ключами работать по этой порнухе, боже мой, там такая веда, вообще там никакой порнухи вообще нет, но форма, вот, все это обличено вот в такую форму, тут, какая дрянь, да как это, что за сказка, читать нельзя, это невозможно, поп бросает эту сказку, да-да-да-да, а в этой сказке истина, да такая, что ай-яй-яй, главное ее нужно понять, видите, как здорово, какая мудрость, то есть древние отлично понимали и знали, ладно, эти книги вы можете найти, вы эти книги можете частично сжечь, вы можете эти книги где-то спрятать от народа, но вот это вот вы не спрячете, а группа вот людей, высокопосвященных от природы, которые вышли на этот уровень, интуитивно, либо они от природы такие, по своей инкарнации, они разберутся, будет время, когда это все будет понято, ключи сами по себе даны, вот откуда, откуда можно черпать огромное количество очень интересной информации, обалденной, просто брать, смотреть, читать, работать, и все будет, так сказать, это очень интересно, это процесс творческий, интересный, очень такой мощный, продуктивный процесс, вот, теперь я хочу еще интересную вам деталь сказать, религии, мы сейчас просто такую лекцию ведем, чисто подготовительно, чтобы вам было понятно, и когда будем дальше работать, вы будете уже понимать, откуда, вот эти вот знания, откуда, потому что я не буду там объяснять, там доказывать кому-то, там, просто вы будете знать, откуда это что, у нас скажут, такая-то веда, такая-то, такая-то, вы уже будете знать, о чем речь, потому что по-другому нельзя, вот, например, значит, нам говорят, христиане, нам говорят, иудеи говорят, нам тоже самое, мусульмане, у вас, у русских, там столько богов, наворочено, это ужас какой-то, и не только нас обвиняют в изичестве, у майя тоже куча богов, в Египте, черт познал, там их тоже, их много, и вон, у ацтеков, навалом, и тех же, у негров, и, ну, языческий мир, у них есть языческий, они говорят, язычество, а теперь давайте подумаем, насколько же интересно богов-то на самом деле, вот, вот вопрос интересный, а оказывается, основных потенциалов 9, везде девятки, можете проверить, 9 основных потенциалов в Египте, 9 основных потенциалов у майя, берите и проверяйте, все это, есть названия, их есть имена, их есть, каждый бог за что-то отвечает, на руси тоже самое 9, но 7 уровней вы знаете, да, добавьте Чернобога, добавьте, кого еще? Рот. А? Рот. Ну, конечно, вот и получается, 8 идет, Рот, Чернобог, то есть, его, так сказать, обратная сторона медали, 9 штук, 9, и вот, а для чего, вот, казалось бы, как они говорят, людей, бог един, он един в своем многообразии, вот в чем вопрос, вот самое сложное для понимания, ведь у нас дуальное мышление, хорошо, плохо, черное, белое, по-другому мы не можем понять, мы, вот, настолько примитивное наше мышление, что видим только две краски, вот, одну краску черную, одну краску белую, а все остальные цвета, мы просто не замечаем, нас так, мы так сделали, ну, сделал нас общество, вот, так получилось, так вот, получается, что, и у христиан, ведь, они же врут, что у них, у них, да, у христиан, один бог, или иудей, они тоже врут, потому что, смотрите, всегда есть, ну, Иогов, Яхвик, это и христианский бог, это и иудейский бог, это один, один потенциал, у нас христиан говорят, как, это бог отец, а иудеи, говорит, Яхвик, а иудеи, иегоисты, это Яхвик, кстати, иегоисты, тоже христиане, они правду говорят, они не ханжат, они правду, Яхвик, но сатана-то всегда же есть, но есть же сатана, вот тебе два, а вот остальные-то где, между сатаной, нет их, то есть, есть черный цвет, есть белый, так или нет, так же получается, вот, вот этот дуализм, вот этот дуализм, он существует, вот, а, оказывается, все просто, во-первых, все эти потенциалы, силовые, плазменные и надплазменные, информационные, они есть, они имели свое название, все это так, и каждый потенциал делился еще на 9 частей, каждый, и получается, что это, эти 9 частей можно еще развалить на 9 частей, то есть, в каждой точке пространства действует какой-то потенциал, но та же самая частота и оттуда, назвать можно по-другому, можно разные имена придумывать, это уже ваше дело, как хотите, но это все относится к какому-то одному, допустим, потенциалу, к какому-то одному, от него исходит, исходит, как лучи, как от солнца идет, масса, масса, масса каких-то, нацеленных в какую-то точку, пространство и время, а потенциалов силовых, но дело-то в отчем, ребята, а для чего это все, когда вот так все сложно, правда, сложно ведь, ну сложно, с точки зрения обывателя сложно, с точки зрения нормального человека, буду так называть, высокодуховных людей, просто нормальными людьми, не сложно, наоборот, ведь это язык, это язык, это возможность передавать силовые какие-то действия, космического плана, материального плана, где угодно, силовые, взаимодействие своих силовых полей, через образы, и через знаки, просто так проще, легче передавать информацию, когда мы манипулируем именами этих богов, это своеобразный физический язык, это физика, всего-навсего, космо-физика, больше ничего, можно назвать, допустим, ну Перун, да, Перуна, ну, и тут сразу начнем, как его определить, ну как, это представьте себе, это нужно, либо математически его выразить, можно, но это будет такая формула, которую будешь писать три дня, если выразить его, как его можно еще выразить, но на словах, это надо сразу вспомнить, что он отвечает за гравитационные силовые поля, он отвечает за сохранение, за сохранение материи в целом, и он броня всей рожденной вселенной, и вот представьте себе, сколько нужно сказать о нем, чтобы ему дать характеристики, он говорит, просто Перун, все становится на месте, ясно, кто такой, все ясно, кто он, это язык, поэтому, когда эти говорили, вот, вот, мы там, язычники, вот, правильно они говорили, язычники, теперь понимаете слово язычник, это язык, это способ выразить, какие-то действия космические, очень высокие, вот таким вот образом, называя, называя конкретные какие-то, значит, космические сущности, по своим именам, так намного проще, ну давайте еще раз вместе придем к этому, вспомним, четыре солнца наших, которые мы знаем с вами, ну, лето, осень, зима, весна, ну, четыре солнца, и вот, ну, так бы каждый бы говорил, летнее солнце, у елки, два слова, говорят, как, купало, все, тепло, масса, инфракрасного излучения, немножко потенциал упал, ультрафиолетового излучения, достаточно тепла, прогреты все водоемы, можно плавать, купаться, разрешено в этот момент, вот, и, как бы вот название этом дано все, слово купало, во всем говорит, тепло, это столько тепла, сколько надо для растений, но уже процессы, процессы, начинают потихоньку затухать, эти процессы, вот именно которые идут, в хлорофиловых зернах, под действием, ультрафиолетового излучения, немножко ультрафиолет упал, ярила, ярила, да, весеннее солнце, здесь ультрафиолет могучий, очень сильный, все на нем светет, все растет, ярь, энергия, силы, ярь, понятно, ярь это русское что, ну, как вот у японцев, ки, у китайцев, ци, праново-индийцев, у нас ярь, ярила, то есть мощный поток, именно силовой, энергии жизни, все встает, все поднимает, это слово боярин, отсюда тоже, понятно слово боярин, что это такое, ну, луч, бог, я, то есть человек, дающий своему народу, жизненную силу, весеннего солнца, это лидер, ярко выраженный лидер, именно, духовный лидер, прежде всего, ну, я так, просто вспомнил, вы это знаете, слово боярин, вот, теперь посмотрим, что же такое хорс, хорс холодное солнце, хорошо, от слова хорошо, от слова да, прекрасно, солнце светит ярко, нормально, вот, но, вы можете перевести слово хорс? на наш язык, хорошо светит, всего на все, наше солнце, зимнее, самое яркое, запомните, что от этого солнца, мы слепнем иногда на севере, мы ближе всего стоим, кстати, к солнцу, земля ближе всего, и горит солнце синим, вот и все, но ни тепла нет, ничего нет, ничего, дашь Бог, мы не понимаем, что это такое, дашь, дашь, дающий это солнце, несущие все плоды жизни, все просто, вот, если бы мы, что, четыре Бога, одного светила, четыре лика, четыре силы, так просто, это же язык, ну, ладно, поняли, да, вот, значит, все названия, что, Богов, это и характеристика силовых полей, это, что, и язык, чисто космофический язык, на котором можно выражать, которым можно объяснить все, но когда, представляете, в мифе, начинается, одно, одно имя на другое накладываться, общение этих имен, нужно же сразу же расшифровывать, расшифровывать, кто есть, что, как это все было, ну, например, взять миф, когда черный змей, парализы, это сражается с амарглом, да, вот именно не с амарглом, а с амарглом, самоорганизующая система, уже масоны залезли, изменили, и поставили места, а они везде постарались сделать так, чтобы непонятно было, что же это такое, но это отдельная тема, так вот, там амаргл проигрывает битву к этому чернобогу, они, он, значит, бежит к своему отцу, к сварагу, и два, два сильных бога, объединившись, побеждает этого черного змея, вот веда, ну, как эту веду можно перевести, амаргл, да, что это, это первичный, мощный поток плазменной энергии, черный змей, это что, это мощное, мощное информационное поле нави, которое поглощает какой-то участок нашей Вселенной, свараг, что, дающий эту энергию, сам амаргл, он распределяет эту энергию, он не дает, он просто ею владеет, но потенциал-то у сварага, почему он и бежит к сварагу, к отцу, и они вдвоем побеждают этого черного бога, понятно почему, потому что свараг, это не источник поток плазмы, он сам ее рождает, можно такого победить, нет, сам амаргла, можно, а его нет, когда они вместе, они решат, один силовой, один силык, второй дает, то есть аккумулятор и двигатель, по-русски сказать, видите, как получается, и нафиг, что порабощена, она отступает, они делают, что границу между тьмой и светом, эти два, два этих бога, а нам-то посвященным, понятно, что происходило в космосе, понятно, да, был процесс, когда поглощение, развал шел, плазменных полей, вселенная была еще не готова, вот, и она находилась в состоянии, что, не равновесия, а качания, вот, и был момент, когда наша вселенная готова была погибнуть, и сварок, так сказать, употребив свой потенциал, остановил этот процесс, перехода в информационное поле, и была сделана четкая граница, и родилась наша вселенная, это, казалось бы, ерунда, вот, сколько я рассказывал, да, а там всего-то сказочка маленькая, казалось бы, о чем она, правда, а все ясно, вот им еще одна вина, все просто, ну ладно, наверное, на этом сейчас мы немножко закончим, потому что, я думаю, что это бесконечная будет тема, ее никогда не закончишь, мы должны просто перейти к другой теме, потому что у нас сегодня вводная лекция, мы начинаем именно вот с самого нуля, значит, можно что запомнить, люди разные, вот нижний уровень, вы сами понимаете, бесполезный этот уровень, и не надо тратить силы, и кого-то пытаться поднять, это бесполезная работа, это главная задача была сделана, темные силы, они нам внушили, вложили программу, что вот так, ну а высокий уровень людей, вот собственно, вот с ними надо их искать, найти, надо им дать знания, помочь проснуться, этот человек просыпается, он очень далеко, и еще дальше нас пойдут эти люди, так что надо с ними работать, так, я хочу вам вот что рассказать, ведь существует девятый уровень, восьмой это сам род, это информационный пласт, а девятый что это? Ведь девять уровней, как говорится, девять богов, вот о нем хочу поговорить, девятый, потому что это серьезно, ведь мы из нас, никто не знает, что же такое все-таки Чернобог, и чем он отличается сатаной, ведь мы же путаем, мы говорим, вот Чернобог, да, сатана, разные вещи, они же совершенно разные, и как-то я очень давно рассказывал все это, вот, наш ведический Чернобог, ну, это то же самое, что Шива, вот, это одна, та же самая сущность, что Шива у индуистов, вот, это мусорщик, тот потенциал, который уничтожает всю материю, все материальное, вот, которая не способна к эволюционному процессу, эволюционный процесс, что это за эволюционный? это логическое завершение всей своей жизни инкарнационной, и это завершение, оно всегда идет, что позитив, в позитиве, не в негативе, а в позитиве, каждая материальная точка должна развиться до своего, ну, логического конца, чтобы дальше дороги нет, и вот человек должен поднять себя до такого уровня, что фактически он дошел до своего предела, он вышел на этот уровень и стал Богом, то есть путь, вот именно вот этот, это эволюционный путь, вот мы говорим Бог, а что такое Бог? ну, это тоже такой спорный опрос, некоторые даже не понимают, ведь Бог, это переводится крест, Бог это одно и то же, перевод одинаковый, это поток энергии, это луч, это поток светлой, мощной энергии, то есть человек, то есть стать Богом, это значит светиться, это значит наполнить себя гигантским энергопотенциалом, чтобы этот потенциал был не просто так светил, он стал силовым, мы все должны быть силовиками, потому что этот потенциал, фактически он может строить, созидать, он не только строит, созидать, он еще вас может любить, ведь главная сила Вселенной, это сила любви, если вспомнить, как строилась Вселенная, как она строилась, ведь нашу ведусь вспомнить, вы должны понять, что это такое, опять мы возвращаемся к веде, ну на этот раз мы долго не будем на ней держаться, но ею заниматься, но я думаю все-таки вы должны ее вспомнить, давайте вот вспомним, как родилась наша Вселенная, нашу веду, опять космофизика, сказочка, два-три слова, а если это все расписывать на язык науки, ортодоксальный, получится, Бог знает, сколько там надо томов написать, а здесь все несколько слов, очень удачно, помните, род находился в яйце, мир был окутан, что, тьмою, но конец настал заточению, породил Бог, род, или будем так говорить, род, ладу, матушку, и силой любви разрушил, и все, и светом, любовью, мир напомнился, вот и все, то есть, что, женская энергия, женская энергия, она родилась, вместе, почти одновременно, с мужской, логика, и чувственность, два пути познания, один путь, через астрал, через чувство, вот, второй путь, чисто логический путь, понимаете, то есть, два, и вот, любовь, вот эта любовь, это единая, лада, лад, связь, то есть, все стало связано, все стало взаимодействовать, но взаимодействовать, в позитиве, когда два воина сражаются, они тоже взаимодействуют, каждый старается друг друга убить, это негатив, а вот когда в позитиве, когда друг друга любят, когда радуются, когда вместе строят, как вот мы строили свой, этот самый, свой город, вот там, Мы же со мной были, вы знаете, мы же любили друг друга, мы без этого бы не построили ничего. Если бы не было между нами этих огромных сил. Я для чего это вам говорю, ребята? Мы начали с чего сами? Разобраться в сатанинском эгрегоре. Понять, что такое чернобог и что такое сатана. Разница огромная, огромная разница. Но чтобы понять это, нужно еще понять, что такое человек. Вот сейчас, когда мы сначала разберем человека, сущность человека, а потом перейдем опять к этой теме, потому что иначе нам эту тему не раскрыть. Значит, что получается? Человек, сущность, оказывается, человек это прежде всего энергосущность. Очень мощная, очень высокая, очень сильная. Вот когда люди мне говорят, вот там я увидел в астрале, бывает, что люди как в сновидении начинают осознавать себя, что они там двигаются в сновидении. Ну а в астральный план, вот там я таких, там, с таких страшных сущностей видел, там они мне угрожали, там я их боюсь. Бывает, видят даже в доме, начинают ребенок часто видеть, как они двигаются. Это внутреннее видение, на самом деле существует, этот мир параллельный, на самом деле сущности живут. И вот некоторым становится страшно. Вы знаете, что боятся-то и не надо. Ведь наша сущность, мы с вами, для них угроза. Не они для нас, а мы угроза для них. И ангел-хранитель, который есть у нас, он нас спасает, не от них спасает, а он их от нас спасает. Мы настолько сильны. Вспомните вот Гоголя, умницу Гоголя, который Виаслова написал. Этот вот, не понимая ничего, эту ауру свою расширил, начертил и читал Отче наш единственную молитву, которую говорят по легене, и сам Иисус Христос написал. Он бы мог этого не делать. Если бы он понимал, знал свою силу, он бы просто эту ауру расширил, просто мысленно, ментально, не надо было ничего чертить. Сел бы спокойно и наблюдал, как они спрыгивают. А мог бы эту ауру толкнуть до окон, и они бы все окна повылетали. И можно было так раздвинуть, что и вся церковь бы оказалась в этой ауре. И никто бы ему ничего не сделал. Он-то почему умер? Со страху. Не потому, что его там что-то с ним сделали. Ви. Они Ви позвали. А кто-то и Ви, это древний бог. Потенциал гигантский. Но и Ви еле-еле его увидел в этой ауре. Это какая же наша сущность, какую силу имеет. Поэтому бояться тьмы ни в коем случае. Мы тьмы не боимся. Тьма нас бояться должна, не мы ее. Так вот, человек это сущность. Это сущность. А проявляется эта сущность в плане материальном через наши физические тела. Причем эта сущность может иметь 2, 3, 4, 10 физических тел. Каждое тело может находиться на разных планетах даже. Материальный мир постигается сущностью через зонд. Зонд это вот наше тело физическое. Оно окруженное частью этой сущности имеет свое личное эго. То есть сознание свое, которое работает вот в этом плане. А подсознание принадлежит сущности. Мы двойственны. Так вот, бывает даже так, интересно попадает в литературе. Это не могут объяснить многие эзотерики и маги. Они просто не знают, не могут этого объяснить. Как так? Вот грабит, например, купца, пират. Ограбил до нитки, а потом начинается. Этот пират не знает, за что он этого купца ограбил. Этот купец ему настолько дорог, ну настолько дорог, ну просто не знает, за что он это, зачем это он сделал. А купец этому пирату все отдает. Да забери, Васька, если тебе надо, да забери ты, я как-нибудь проживу. И начинается это футболение всем этим награбленным дробом. Один другому пытается подарить. Любовь огромная. А как получилось-то? В чем дело? Почему они друзьями стали? А что далеко ходить? У нас-то есть в истории. Вы знаете, как знакомство этого Ермака Тимофеевича с купцами Строганови? Он их обоих поймал как-то на один раз со своей бандой. И с ней познакомился. Обоих их полюбил, они его тоже полюбили. Мгновенно, сразу. Очевидно, это и тот, и он был, и они порождены одной и той же сущностью. Потому что купцы раскошелились капитально. Все, что знали, все, что могли, все ему передали этому Ермаку Тимофеевичу. И поверили, что он не ограбит, не уйдет, не скроется. Он отправился на называние Сибири индивидуально. И все же все поставки еще от этих купцов. Понимаете, как получилось? Все, что он у них взял, он все отдал. Он их ограбил, а потом все отдал. Вот интересные вещи. То есть, а что получается? Одна и та же сущность, она познает мир и через разбойников, и через купцов, и через еще кого-то. Ей нужна информация. То есть, для чего человек сам по себе живет? Прежде всего, Вселенная, она материальная Вселенная. Но она развивается по своим законам. Не верьте христианам, что говорят, Бог эти все законы придумал. Ничего подобного. Вот река. Я вот такой пример могу привести. Вот родник, да? Это родилась река. Родился ручей. Он потек вниз. Он может куда угодно течь. Вот он родился. Да, рождена Вселенная, рождена материя. Именно этими силами, плазменными силами. И надплазменными силами. Но управлять этим потоком сложно. Этим силам. Родить? Да, они родили. А вот управлять, это уже по своим законам этот поток идет. Поняли? Так развивается и материя. Уже по своим законам. А чтобы эти законы считывать, чтобы эти законы постигать, мы нужны. Вот эти сущности-то мы, мы этим и занимаемся. Но дело-то в чем? Что сущность, занимаясь этим постижением законов материального плана, перегоняя информацию на высший план, то, что мы называем нашими богами, да? Народ. В конце концов, это все уходит к роду. Чисто к информационному, что потенциалу. Вот. Мы одновременно строим себя. Мы строим себя. Как строим? Ведь здесь интересная деталь, что надо постигать мир, надо этим заниматься, надо работать в этом направлении, но не нарушая законов мироздания. Материализованное сознание никогда не сможет справиться с тем, что пытается сущность дать. Вот это индивидуальное сознание материализовалось, сущность сразу отрубает этого человека рак и опухоль. До свидания, милый. Еще раз родись. Я тебе помогу, и ты еще раз появишься здесь. Продолжи это делать. Ты уже не способен давать информацию. А самое главное, ты сам не развиваешься. Сущность, работая вот в материальном плане через нас, поднимает свой потенциал, да, определенного порядка. Потенциал именно нравственный потенциал. Высокий потенциал. Духовный, нравственный и моральный. То есть отношение между сущностями и внутреннее содержание. Если выравнивается все потенциалы у сущностей на один уровень, она переходит, то есть она подняла себя, она переходит на более высокий план. Она служит уже, служит уже, либо Перуну, либо она служит, кому она служит, я не знаю. Но она уходит туда, где она нужна. И там уже ей доверяются более серьезные вещи. Там она строит, она созидает, она строит мир, строит Вселенную на плазменных информационных полях. И там ей полная абсолютная вера. Она построила себя. Но построила через нас. Поэтому каждому человеку вы должны понять, что каждый из нас, это часть этой сущности. Если нам нравится, например, находиться в материальном плане, то это случится в любой момент, что себя материализовать в любой точке пространства. На любой планете, где угодно. Вот это и есть абсолютное владение пространством и временем. То есть материальным планом. Это высшее волшебство. То, что мы называем волшебством. Или магией. Я правильно называю это эзотерикой. Вот так устроен человек. То есть фактически что? Мы постигаем мир. После нашей смерти отбрасывается физическое тело. А ментальный наш план, астральный ментальный план, накопленное все здесь под сознание, передается сущностью. Там все считывается. Если ты натворил столько, что ты уже, ну, тебя пускать обратно в материальный план тебе просто опасно, тебя просто разберут на запчасти. Ты даже не запчасти, просто уничтожат. Перегоняют чистую информацию. Больше ты никогда не появишься в материальном плане. Никогда. Для тебя закрыт этот путь. Так вот, интересная деталь. Ошибки какие? Например, христиане. Ну, читаешь того же Рогожкина его неологию. Там у него что? Что вот муж и жена, они стремятся, так сказать, вместе соединиться. Это две части одной сущности. Это, так сказать, ну, как это называется? Создан друг для друга, Богом, да, все это здорово, там никак это. Две стороны одной медали. В общем, такая сказка красивая. Христиане хорошо придумали эту сказку. На самом деле масломатами быть не может. Никогда не бывает жена, никогда не бывает жена и муж рождены одной сущностью. Потому что сущности разные. Есть сущности ментального плана, есть сущности астрального плана. Вспомните опять рождение Вселенной. И любовью, что я проделал Алладу Матушку, и любовью мир. Он силой любви сломал яйцо, и любовью мир наполнен. То есть оказывается, что женская энергия, она фактически, она очень древняя, и она свои сущности имеет. Через чувственное, через астральное, через эмоции мир тоже постигается. Потому что очень много можно почувствовать, но не понять. А через, на чувственном плане, именно здесь. Так вот, что получается, что женщина, женщина и мужчина, они принадлежат разной сущности. И когда встречаются, встречаются вот на земле два человека, женщина и мужчина, да, женщина и мужчина встречаются здесь на земле, это как раз процесс обмена энергии. Потому что мужчина, разные сущности, разные. Мужчина, постигая мир через ментальный план, он видит мир только с одной стороны. Он его видит только вот в этом плане, больше никак. У него допустимы ошибки. Какие-то ошибки. Женщина, постигая мир через только чувственное, она тоже допускает какие-то серьёзные ошибки. Потому что в ней не хватает логичного. Логики не хватает. Когда они встречаются вместе, то половая близость и вообще близость мужчины и женщины, прежде всего, это энергопроцесс. Вот именно, не энергопроцесс, даже не так скажу, это информационный процесс. Энергии всего 10%. Переброс туда-сюда. Ну, чтобы, это чисто для, так сказать, для удобства. Чтобы мужчина был немножко менее грубый, так ему проще будет постигать этот мир материальный. А женщина будет чуть-чуть мужественной, ей тоже будет легче. Вот тут обмен энергии идёт. Помните этот знак у китайцев, инь-янь, а там эти кружочки. Вот это так больше нельзя. Если лишнее будет у обоих, мужчина станет почти женщиной, а женщина будет почти мужчиной. Это тоже не годится. Везде нужна мера. Вот эта мера и есть. Вот. А получается так, что обмен вот этот вот сексуальный, это через половую близость передаётся очень много информации. Масса информации. Женщина гонит информацию свою, то есть видение мира через свой информационный этот самый канал. Мужчина видит видение мира через свой. И сама, сама сущность, она получает информацию, понимаете какую? Она целостную получает. И мужская сущность, и женская. Целостная информация. Она уходит на сущность, и женскую, и мужскую. Уже что? Не искажённая. Искажённого здесь нет. Никаких искажений здесь нет. Понимаете как? Ну а теперь, наверное, понимаете, что одно сущность, женская сущность, может какому-то очень высоко, так сказать, продвинутому мужчине, мужской сущности, подкинуть две-три своих, что в теле сущности. Так было всегда. Легче построить себя. Ну, например, возникает около мужчины две-три жены. Так было тысячи лет. Многие тысячи лет. Это брак, так называемый, полигамный брак. Вот. И этот мужчина даёт информацию и этой, и этой, и этой. И эта сущность мгновенно, женская, что моментально, что строит, очень быстро себя строит. А между её телами, между проявлением вот этим вот, да, не возникает конфликтов. Какие там могут быть конфликты? Ну, может быть, драка между пальцами. Вот один пальц, другой третий. Ну, что это. Такого же быть не может. Хотя, о чём-то не знаю. Ну, какие-то есть там неурядицы. В рукавичке, например, там какой-то палец мешает какому-то. Ну, бывает такое. Но это мелочи. Всегда эти части договорятся. Ну, бывает так, что с разных женских сущностей возникает около одного мужчины, несколько, вот, несколько женщин. То есть, эти сущности, что если мужчины достойны, они с него считывают информацию хорошо, классно. Поэтому никогда не верьте тому, что Дон Жуан был дурак. Дон Жуан был, ребята, не дурак. Сейчас все это знают. Это был философ. Это был великолепный певец, прекрасный философ. Очень образован и умён. Это был один из, одно из украшений испании. Это был мужчина высшего плана. Очень духовный человек. Ведь сущности ещё определяют духовность. Ведь в христианстве как? Великий грех, там, иметь, там, женщины что-то. О, это страшный мужик. Ужасный человек. Надо же, у него там куча баб. Не понимают того, что женщину это не обмануть. Баба-то собирается около хорошего человека. На плохого человека никто не пойдёт. Никому он не нужен. На дурака. Какой бы он ни был там в сексуальном плане силённый. Женщина не интересуется особо половиной органами мужчины. Её интересует её внутренний мир этого мужчины. А вот у этого Дон Жуана собирались очень много женщин. Ну, а Казанова, оказывается, он был таким же. Леонардо да Винчи был похожий на Пушкина, вы, наверное, знаете. То есть все великие вот эти вот соблазнители, они не были соблазнителями. Они были просто задействованы женщиной, потому что женщины в них видели возможность от них получить необходимую информацию. Как ментального плана, так и духовного плана. Понимаете, как? Потому что духовный план мужчины тоже очень высоко ценится. Можно, конечно, быть очень умным, очень образованным, но быть негодяем. Бесполезно женщина тебя почувствует. Сразу настоящая женщина к тебе не подойдёт. Ты не нужен. Она тебя ещё пытается, что, от тебя взять информацию ещё духовного плана. Понять тебя, как надо. Разобраться. Теперь давайте рассмотрим. Мы говорим на уровне сущности, а на уровне эго. А на уровне эго тоже, оказывается, работает это всё. Тоже. Только на уровне эго эта информация, как она? Она может на уровне эго только как быть постигнута? Только через лексику. Когда её форму лексическую обернуть, она начинает доходить до сознания. Вот, например, той части, которая у нас называется, что? Сознанием нашим. Да? Оказывается, и мужчина постигает, полученный от женщины. И женщина постигает. Ну это как? В лексику переходит это. Пошёл фильм, посмотрел. И отдельные фразы, которые уже перегнаны здесь, которые вибрируют, они сложились внутри. Женщина прочитала книгу. То же самое. Или в кино, или где-то. То есть возникают, возникают вот эти вот целые фразы, предложения, понимаете? Целые огромные тома, они выстраиваются. То, что мужчина, допустим, перегнал на женщину, в частотном плане, они облекаются в форму лексическую. За счёт внешнего воздействия. И женщина сама, она просто ощущает, что такое. Не знала, не понимала, теперь я вижу. Горизонт пошёл. Горизонт уходит. Всё шире и шире. Видение всё шире. То есть она понимает, чувствует, осознаёт, что вот она переспала с этим мужчиной, да, в какое-то время. Чёрт подралась, пошло там, не знаю, сколько времени. Они постоянно с ним встречаются. И она умнеть начинает. Она начинает понимать то, что она никогда не понимала, но уже понимает. Это может, она не только понимает, она может это выразить. Так что это работает в двух направлениях. И на сущность работает, и на наше эго работает. Вот я вам рассказал примерно устройство предназначения человека. То есть поняли всё, да? Основы – это постижение материального мира, дальше работа в плане морали, нравственности, то есть сущность, и чтобы ей доверить нужно, чтобы она была настолько высока, чтобы все потенциалы были её равны. Когда эти потенциалы все выравниваются, она просто-напросто уходит в высший план. Но в этот момент она может родиться в любом мире, где захочет. Вот отсюда-то и приходят высшие волхвы, маги, эзотерики, и на землю приходят. Отсюда пришёл Кельцот Куатль, отсюда пришли Шамсу Гор, это египетские древние боги, которые создали Калат Египет. Они именно отсюда пришли. И подняли эту цивилизацию, разрушенную до бесконечности. Отсюда пришли в Гиперборею наши предки, которые управляли Гипербореей. Вот откуда. Это ещё раз говорит о чём? Что люди, с чём мы начали? Люди разные. Представьте себе, приходят продвинутые сущности, приходят люди. То есть, может один, два, один, допустим, здесь, другой может оказаться где-то там в Америке, где-то в Британии. Вот они пришли на землю, чтобы что-то изменить на земле. А закон юридический их сравнивает с бомжом, самым последним, с дикарём каким-нибудь, чёрт знает каким, потому что тот тоже ходит на двух ногах. Вот вам и наша юриспруденция. Вот наши законы, которые охраняют нас. Фактически эти люди, которые приходят из космоса к нам, они не защищены. Почему Иисус Христа тоже раз уничтожили? Правда, не справились, не смогли. И да, он ушёл, но пытались это сделать, а вот с мани всё-таки сделали, мани всё-таки убили его в Иране. Случилось это. Поэтому, ребята, снова мы переходим сейчас к сатанинскому эгрегору. Есть одна деталь. Одна деталь. Когда-то я вам рассказывал, что этот эгрегор был создан искусственно. Правильно, он создан искусственно. Но он создан искусственно, не чернобогом. Чернобог-мусорщик – это хороший потенциал, который разрушает фактически ненужный. Всё, что ненужное, всё, что не может эволюционировать, должно что уйти. На слом, в поле какое? В информационное поле. Всё. Так. Ну а сатана? Многие путают. Чернобога и сатана. Разные вещи. Сатана создан искусственно. Но он создан не на одной нашей планете. Это тоже сущность. Типа такая же, как и вот наши сущности. Примерно такого же уровня. Но если наша сущность, она питается силовыми полями за счёт сварок, будем так говорить, да, высшего плана, строителя, она построена им, то вот эта сущность, сатанинская сущность, она не питается за счёт высшего плана, она питается за счёт нас, с вами. Энергия, энергия нужна вот именно наша с вами. Она пьёт те части сущностей, сущностей наших, которые находятся где? В материальном плане, которая выполняет свою миссию. Вот здесь для неё главный, что потенциал энергии. Теперь вспомним «Матрицу». Фильм «Матрицу». Помните, да, американский фильм? Вот его надо вспомнить. «Матрица», оказывается, абсолютно правильный фильм. Там только что? Там форма немножко изменена. Вот там эти самые роботы, там машины. Не машины, не роботы. Это они просто не могли правду сказать. Но всё, что там говорит Морфеус, говорит великолепно правильно. Морфеус там это чудесный философ, прекрасный. Он говорит истинные вещи. Только вместо машины это вот этот самый сатанинский эгрегор работает. Это ему нужна наша энергия. Знаете, ведь сатана требует вся душу. Ему ничего не надо. Материального у него достаточно, ему души не хватает. Вот, то есть нашей что? Энергии. Нашей ауры не хватает ему. Нашего астрального, ментального, эфирного поля в совокупности. То есть всех наших полей. Их немного, не мало, 7 штук. Одно в одном. Вот, вот что ему надо. Вот это главное для него. Поэтому, когда человек продаёт душу дьяволу, что он делает? Он отдаёт себя в этот эгрегор. За счёт этого эгрегора живёт эта ужасная, страшная сущность. А теперь вы меня спросите, вы имеете право узнать, а что же, и спросить, для чего она создана вот эта вот? И вообще, почему кто создал искусственно вот такое чудище? Причём создано не только у нас здесь. Она создана на многих планетах, на миллионах планетах, где существует жизнь. Она одинаково действует и у нас, и там. Везде она чётко знает своё дело. И везде нас считывает, прежде всего, самый ценный потенциал, творческий потенциал. Не нужна ей энергия простая там жизненная. Ей нужна самая высокая, самая нужная, самая чистая, творческая энергия. Только творческая. А лучше, когда полностью, весь потенциал. Когда война идёт, когда умирает миллионы, очень много здесь людей, которые получают, так сказать, кармический вход только туда. Никуда. А вот именно вот в эту сущность. Забираются вот эти вот души, вырываются эти вот самые потенциалы. Насильно. Насильно. А теперь вот какая штука. Я должен вам ответить, а зачем? Невольно возникает вопрос, всё-таки, зачем это всё? Ну, Чернобог ясное дело. Ну, а вот это такая штучка. Ведь это же серьёзно, это же фактически паразит. Причём паразит, он не только планетарный, он вселенский паразит. Он везде работает. Причём классно работает. Я вам отвечу, это тоже нужная вещь. Когда мы рассматриваем магию или, будем так, эзотерику любого северного народа, имею в виду индоевропейские народы, ну, взять норвежцев, взять датчан, взять шведов, вообще германские народы, вот взять славян наших предков, взять индийцев, хотя тоже северный народ, кстати, они пришли в Индии не так давно, у них это сохранилось. Так, я хочу вам что сказать. У них ведь нет понятия добра и зла. Вы видели когда-нибудь что-нибудь такое, что вот этот дуализм, чтобы, например, у норвежцев было понятие добра и зла. Даже Локи, он не злой. Он просто хитрый, он просто там, попыль на восстание против асов, он создал там целую армию из великанов, и Фенрира пристегнул до мирового змея, двинулся на Асгард. Но это еще не зло. Это не зло. Это просто разборки. Ну, в семье, например, есть какие-то разборки. Муж с женой могут подраться, что-то делить. Это и там, и там, и там есть какой-то потенциал и высокий. Нет абсолютного зла. И всегда это зло, вот это зло, да, которое локальное, и которое не абсолютно, оно всегда служит более высокому, что? Потенциалу добра. Так вот, ребята, так оно и есть. Любое зло, любое зло выполняет функцию добра. Как ни странно звучит. Вот этот эгрегор сатанинский, всего-навсего, он является катализатором. Катализатором кармических процессов в любой точке пространства. Материального пространства. Он везде заставляет кармические процессы ускоряться на максимальной скорости. Вот представьте себе, вот ты натворил что-то. Ты делаешь страшные вещи, ты казнишь, пытаешь, насилуешь, чертное, ты творишь. Ты мерзавистый подонок. Ты уже не человек. Ты вообще зверюга. И ты, ты, да, ушел. Тебя в конце концов кто-то убил, кто-то тебя убрал. Уже сущность от тебя отказалась. Вот ты тогда что, деваться тебе некуда? Ты все равно уходишь на эту сущность. Сущность посмотрит на тебя, скажет, ну парень, есть еще какая-то у тебя там какая-то искорка, может быть ты еще проспил, не пошел. Дай-ка я попробую тебя еще раз. Пройди-ка это все. Попробуй тебя воспитать. И еще раз оно толкает материализацию. Он материализовался. И вот тут начинается. Он опять начинает что-то делать и накапливать свою карму тяжелую. А расчет, расчет за это, он может получить только через 2, 3, там, 4 инкарнации. Начать это раскрутка расчета. Так было, кстати. Миллионы лет назад так было. Пока сатанинский эгрегор, или будем так говорить, эгрегор тьмы, эгрегор разрушения, вот это второе, первое, это самое, это чернобог, это не эгрегор, это сила просто. А это эгрегор. Вот он, когда он начал в это дело вмешиваться, он уже заставляет эту карму срабатывать при этой жизни. Вот ты делаешь зло, ну, сделал сегодня-завтра, а послезавтра тебя убили. Ты получил то же самое, что ты сам сделал. Понятно? Потенциал он взял твой. Сущность от тебя отказалась, ты не нужен сущности. А этот потенциал он взял к себе. Поним, что получается? Фактически он нужен. Он необходим. И никогда вот эта сила не может ничего сделать тому человеку, или сущности, самой сущности, энергии в этой системе, если эта система очень высока и не совершает никаких, никаких поступков, которые противоречат космическому ходу событий, которые не противоречат космическим законам, общим законам мироздания. Тогда, тогда этот вот самый так называемый эгрегор, он просто не в состоянии что-то сделать. Для него такая сущность не по зубам. Бесполезно. Он может только тогда что-то совершить, когда есть зацеп. А зацеп какой? Кармический зацеп. Вот с кармой что-то не так, вот тут иди отсыпанет. И опять-таки, он имеет только право столько с тебя содрать, энергии взять, сколько ты с кого-то взял. Вот, например, ты встречаешь какого-то человека, который ни в чем не инноват, ты его отчитал, оскорбил, ты заставил его раскошелиться. У него что? У него стресс, у него огромный выброс энергии пошел, кстати, эта энергия пошла куда? На черный эгрегор, никуда-нибудь. все стрессы, все стрессы, они идут на сатанинский эгрегор. Все страдания идут туда. Все абсолютно. Он это все забирает. Но, но, он теперь имеет право, он теперь имеет право заставить тебя раскошелиться. Ты должен столько же отдать энергии, сколько ты взял, милый мой, и тебя тоже встречает кто-нибудь, и так же тебя, ну, теперь уже задело. Понятно? Эта энергия пошла туда же. Вот таким вот образом. Поэтому не надо винить зеркало, когда рожа кривая. Нам достается очень много вот именно от него. И мы раскошеливаемся огромным количеством энергии своей, отдаем эту энергию ему, но потому, что мы неправильно, что понимаем свою жизнь. Мы неправильно живем. Нам не дано многие вещи просто на поступании. мы не знаем, что делаем. Мы не знаем законов. А незнание законов нас не освобождает от ответственности. Надо ехать и законы. А законы где эти законы? Куда они делись? Ведь ни одна религия эти законы не дает. Ведь если разобраться с эти десять заповедей Моисея, это же смешно, это же смешно. Разве можно десятью заповедей полностью человека удовлетворить? И самое это, ну тут психологи знают, что частица не, например, она вообще под созданием не воспринимается. Эти заповеди для кодировки на что? На преступление. Не убей. Подсознание что? Не отбрасывает. Получается, убей в подсознание. Ага, кто-то идет. А как биоробот он уже не понимает. Тормоза слетели, взял, убил человека. Только что говорил не убей, потому что не входит. Подсознание не воспринимает. Не укради, так же потому и ворует. Не прелюбодействует. Именно этим и занимается. Насилует друг друга по страшному. Вот что происходит. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, заповеди Моисея. Ведь ни одна, понимаете, ни одна религия, настоящая, настоящая религия, она не обошлась без заповедей. Всегда есть заповеди. Хоть у кого, хоть где, возьмите, везде есть заповеди. Как только заповедей нет, значит, и нет религии. Но, значит, если заповедей нет, слава Богу, можно как раз вот с этими людьми общаться. Эти люди способны дать что-то. И они, очевидно, нормально живут в плане эзотерическом. То есть, они не вредят. И сами живут нормально. Ничем не болеют, не страдают. Сатанинские грега на них не действуют, никак не работают. Бесполезно. Потому что они соблюдают общий космический ход событий. Они соблюдают законы космоса. Теперь переходим к религии. Поним, да? Кратко я объясню. Вот. К религии. Знаете, вот многие мне говорят, тут сегодня у меня Андрей Андреевич говорит, а что ты так на инглингов? Ну, спросил правильно, он спросил меня как положено. А почему я на инглингов так? Ну, то, что я серчал. Да я не серчал на них, мне они, как говорится, ну, я просто их не знаю, что это такое, не уважаю их, и знаю, и предполагал, что так оно есть, потому что по-другому-то никак. Ведь дело вот в чем. Наши предки никогда не были религиозными. Никогда язычество, то, что там христиане говорят, язычество, или визит, не являлся религией. Никогда наши предки не были запуганы высшим планом. Никогда они ничего не боялись, потому что они не боялись даже чернобога, и даже сатанинского эгрегора, потому что они не нарушали законов, что бояться-то? Когда сама существо настолько сильна, что даже сам вот этот, так говорят, дьявол или сатана, он ничего не может с ней сделать. Нужно зацепиться кармически никак не зацепишься, здесь ты сильнее его. Он, вокруг тебя побегает, покрутится, обойдет и уйдет, и ничего с тобой сделать не может. Сила-то огромная. Понимаете? Религии никогда не было. Ее не должно быть. Любая религия это рабство для духа. Это рамки, куда загоняет человека, заставляет его служить определенным целям. Это самое высокое, самое ужасное преступление, совершенное черными жрецами. Черные жрецы, темное жречество, взять те же... Ну, началось с чего? Началось, конечно, с иудеи. Ведь первая такая вот монотеистическая религия была создана именно как религия, она была создана еврейским народом. Она была создана в Синайской пустыне, якобы Моисеем. Но на самом деле там не Моисей, конечно, действовал. Там другие работали. Моисей мало что успел. Но это уже не... Это другая тема. На эту тему говорить не будем. Я просто хочу что сказать, что иудеизм породил христианство и ислам по образу и подобию своему. Фактически Иогова стал христианским богом, Иогова стал или Элан Хим, его еще называли Аллахом стал. Вот и все. Вот если рассматривать в Индии, то нам говорят индуизм, религия, но это относительно религии. До конца индуизм не стал религией. Потому что в Индуизме столько школ, столько направлений это философия. Это миропонимание посредством образов, которые созданы людьми очень давно. И он в настоящее время превращается в религию в дом. Это делают опять-таки черные жрецы брахманы, которые забыли что религии не существуют. Нужны просто законы людям, но не религия. А религиозные рамки заставляют человека, что раскошеливается, давать огромное количество энергии титаминскому эгрегору. Страх, постоянный стресс, все это уходит туда. Но взять, например, синтаизм Японии. Он не является религией. Хотя везде вы прочтут, что это религия. Это не религия. Это философия. Это отличать религию от философии и миропонимания. Мы говорим верование, верование древних, верование таких-то, верование славян, верование германцев. Да не верование, ни во что они не верят. Зачем буду верить деду Васю, когда деду Васю лично знаю? Ну зачем я буду в него верить? И глупость какая. Ведь люди-то отлично знали, знали с кем они общаются, знали силовые поля любого бога, так называемого. Это не была религия. Если я знаю деду Васю, зачем мне в него верить? Верить можно только тогда, когда ты его не знаешь. И не можешь его узнать, и не можешь войти с ним в контакт. Вот тогда давайте поверим, что деда Васю где-то там есть. И будем на него молиться. Ну что, молитвы просить его о чем-то. Вот, например, настоящие наши, так сказать, ведические русские, которые являлись настоящими русскими, они действительно были свободны, они не признавали судьбы, они знали, что судьбу можно что, всегда изменить? Меняешь себя, меняешь судьбу. Ведь можно перестроить себя на генном плане. Вот мы говорили, низкий человек может стать высоким, если он захочет. Если он будет с собой работать, если дано хоть немного, какой-то маленькой искра есть, он будет подниматься до какого-то уровня. Он может и не подниматься высоко, но поднимется ровно столько, сколько сможет подняться. Все понятно. Вот. Они что делали, наши предки? Они к богам обращались не с молитвами, ведь ни одной молитвы, ведь не найдены, вообще ни одной медической молитвы нет. Их просто нет. Гимны, да, гимны пели, потому что они общались напрямую, входили в эти поля, они знали, чувствовали, они видели эти силы, эти силы к ним приходили. Силы добрые, высокие, давали очень много они людям, и поэтому люди пели им гимны. гимнов много, взять ригведу, там, не помню, там, по-моему, тысяча одиннадцать, да, тысяча одиннадцати гимнов в ригведе, это же все наше же когда-то было, оно и сейчас осталось наше. У нас, наши гимны, видимо, невидимо. Праздник какой-то, поют гимны богам, ничего не требуя, потому что сам человек, он был настолько чисто высок, что ему ничего не надо было. У него карма чистая, все шло на него, все складалось так, как он хочет. Он от радости, то, что он прекрасно живет, отлично все у него складывается, он только благодарит высший план, что этот высший план дал ему эту возможность жизни на земле и постижения в окружающем мире. Зачем что-то просить? Это христиане все просят, иудеи просят, исламисты просят, вот, даже буддисты не просят. Буддисты, они не совсем религия, это тоже мощная философия, хотя они его называют религией. Вот какая вот Петрушка, какая вещь, понимаете, все просто. И когда эти люди потеряли, утратили связь с этими, вот, с высшим планом, после принятия христианства, они перестали быть русским народом, они просто стали непонятно кем. Имена греческие, еврейские, судьбы такого же плана стали, понимаете. многое-многое изменилось, но дело в чем, что эти люди пошли за мистикой, так удобно, они сами виноваты, и поэтому Россия раскручивается, вот говорим, вот Владимир, там солнышко, вот такой, разы, таки, надо же, взял, взял, и крестил, взял и крестил. Все на него сваливают, негодяй, берзавец, особенно эти кинглинги ругают его, еще кое-кто ругает, но дело-то в чем, что Владимир-то не смог бы крестить никогда, если бы она сама этого не захотела, никогда не смог. Вот, теперь вы понимаете, почему я отношусь к кинглингам? Всегда вот так вот, с юмором и со смешком, потому что я не буду говорить нам про их дела, не буду говорить о том, что они созданы масонством и еврейством специально, хотите быть медическими, ну, получите вот инглингиев, хотите быть язычниками, получите там еще кого-нибудь, там, общину того же Кузнецова, еще какую-нибудь общину, вот, в Калуге, пожалуйста, все, вот вам, надо вам, получите. На самом деле и та община, и другая, и третья, и инглинги, это все религию, они нам дают религию, которой никогда не было. Это то же самое христианство, только с другой вывеской. Это тоже рабство духовное. Вот трагедия, вот в чем беда. Они эти веды придумывают, пишут, что попало, пишут, лишь бы поработить душу человеческую. Какие там веды? Веды давно написаны. И не у них эти веды. Вот Асову, да, надо поклониться Асову, действительно. Он смог много, он очень много сделал. Ему память, иногда при жизни ставить. Вообще-то лучше его не ставить, скорее родился еще раз. Но он смог. Он Баянов-гинг расшифровал сам. Он помог Велесову книгу привести в порядок. Смог. Он массу-массу наших сказаний и преданий перевел на русский язык сам. Он сделал невероятное. Он много сделал хорошего. Хотя некоторые вещи он не понимал. И сейчас не понимает. Но что сделаешь? Он все-таки сделал то, что не один инглинг. Он подлинники взял. И подлинники привел в порядок. Понимаете? Вот что он сделал. Но только про этих инглингов не стоит. И Асов, кстати, молодец. Он не о религии писал. Он писал о миропонимании. Он писал о том, что люди в своих книгах, он сейчас пишет, кстати, что люди были свободны. Ведь по-настоящему только тогда свободный человек, когда он живет по законам, общим законам космоса, и не связан никакой религии. Он знает, что это цепи. Цепи, которые сковывают, самое ценное в человеке, сковывают душу эти цепи. Вот в чем дело. Но вот мы немножечко с вами так сказать разобрались в нашей древней религии. Отдельно будем потом разбираться. Это большая-большая тема. Но когда-нибудь мы ее сможем так сказать, постичь. Вот сейчас мне еще хочется одну вещь сказать. Зачем творческий потенциал сатанинский глядер у нас считывает? С какой целью? Зачем? Зачем ему вот это все? Во-первых, ну первое, ведь он не может существовать. Ему высший план, даже сам Чернобог, который его курирует, ему и не дает энергию. Мы даем. Если ему дать ничего брать, вы не думаете, что он патологический негодяй? Ну, он просто вынужден жить как паразит. Вот паразит же живет, допустим, в кошке, там, какими-нибудь листами вынуждены жить, там, или в рыбе. Они что, негодяи, что ли? Они просто по-другому не могут, они так и живут. Они же не подлецы негодяи, не убийцы, они просто живут и по-другому. Они так устроены. Вот так и он устроен, этот самый эгрегор. эгрегор к тему. Он выполняет свои функции, он ускоряет кармические процессы, ускоряет их до как может. Понимаете, как? Значит, в целом, он выполняет какие функции, положительные или отрицательные? Я думаю, на мой взгляд, он выполняет именно положительные функции. Если бы его не было, представьте, что бы было. Было бы очень грустно. Ни один подонок никогда бы не получил возмездие вот в своей жизни, в этой. Он бы когда-нибудь получил, может быть, а может быть и нет. То есть, это было бы, о, как трудно. Пока, пока бы его это самое, в конце концов, с него не разобрался, Чернобол. А потом, сама сущность, которая имела такого подонка одного, двух, трех, она бы никогда не поднялась. Сколько бы требовалось времени, чтобы подняться до высокого уровня космического и начать строить какое-то здание на более высоком уровне. То есть, вот так было бы. Он необходим. Он необходим, этот самый вот и верить мы то, что мы называем сатаной, дьяволом, то, что мы называем то, что мы называем сетом. Потому что от сета произошло имя, название сатана. Я хочу вам доказать сейчас, что мы сами виноваты в том, что мы приняли христианство. Мы виноваты в этом. Наш народ виноват в этом. Докажу просто. Когда народ не хочет принять какую-то религию, он просто мог бы погиб до последнего человека. Но никогда бы не покорился. Никогда. Вот на примере войн катаров. взять отбегойцев, взять катаров. Ведь катары это группа почти вот так ведические французы. Но какие французы, которые французского языка не знали? Они говорили на гасконском на речи, они говорили на кельтском языке жители Лангедока, жители трех графств на юге Франции. Они получили откуда-то очень высокое знание, и миропонимание именно чисто такого плана, будем так говорить, ведического плана. Ошибка там была одна. Они были дуалисты, они осмотрели сатанизм, рассматривали и рассматривали доброго Бога, злого Бога и доброго Бога. В этом была ошибка. То есть знания были не совсем четкие. Но они приняли концепцию добра, доброго Бога приняли. И они приняли то, что вся наша планета это вотчина черного Бога, или Бога тьмы, то есть сатаны. И они стали действовать, создавать свое государство, создавать свою религию в центре Европы, религия, которая должна была поднять человека до уровня Бога. служение только свету добру и стать альтруистами полностью. У них запрещено было, пытки запрещены, оскорбления ни в коем случае. То есть все виды насилия даже над животными. Вот были там совершенные так называемые, они даже отказывались есть мясо, имели право только рыбу есть, и все. Они вот когда христиане ловили такого катара, заставляли этого совершенного, как говорили, отруби курице голову, мы тебя отпустим. Он говорит, лучше меня убить, я не отрублю ей голову, потому что она ни в чем не виновата, курица. И рубили ему голову, или вот ложили в костер, связывали, бросали его в огонь, и он сгорал. И вот эти катары, эти вот люди, которые приняли вот эту концепцию доброго Бога, они признавали Христа, они признавали и считали, что Иисус Христос не был в теле, он был в духе, поэтому его распять не могли. Он пришел, дал понятие о наборе, и не признавали Ветхий Завет, естественно, понимаете, то же самое. Ветхий Завет не признавали, как это должно быть, там сплошной сатанизм, и они не признавали некоторые Евангелия, которые противоречили их представлению о Христе. Это были, так сказать, витические французы, или там гасконцы, или кельки, как их угодно можно называть, но они были не совсем, знание было уже утрачено, поэтому дуализм был ярко выражен у них, хотя, собственно, наверное, в то время и надо было так делать, потому что они считали церковь христианскую, неважно какую, католическую церковь, церковь самая православную византийскую, они считали это сатанинским изобретением. Вся церковь это сплошной сатанизм, так они считают. И что они не хотят вот в этой церкви быть, они хотят служить высшему плану только добру. И вот представьте себе, что их крестить снова католицизм не удалось. Не только им удалось выстоять и погибнуть, но даже ведь получили они знания из Болгарии. Они свои знания аргейбойцы получили от Бугамилов из Болгарии, которые то же самое исповедовали на территории Болгарии два века раньше, чем это все началось во Франции. Некий Никита Богослов из Бугамилов приезжал во Францию и создал движение Альбегойцев или Катаров. Так вот, представьте себе, ни один человек не остался жить. Ни один. Они предпочли смерть, но не принять вот эту концепцию сатанизма. Последняя, когда крепость была их взята, последняя крепость, я вам так скажу, что такие были ужасные потрясения, такие были битвы, невероятные силы. Их живьем сжигали, их уничтожали, их насиловали, их на куски разрывали конями, но они ни одного человека никогда не казнили. Никогда нет такого, в летописях этого нет, ничего. Не было отступников среди них. Они сражались и умирали за доброго, светлого Бога, не принимая черного Бога, ни в коем случае. И когда взят был Монсигюр, последняя их опора, защитникам Монсигюра даже епископ в общем-то предложил просто гордо поднять голову и уйти, и принять католицизм. Когда комендант Монсигюра сдал крепость, и было еще 200 воинов, они отказались, они все 200 двинулись в костру и все сгорели живьем. Вот какова была вера в светлую. Такая была огромная сила. А еще два века мугомилы сражались на востоке. У нас, кстати, в Руси, и в империи византийской, и в Болгарии. И только турки смогли их уничтожить. Но они погибли, но не приняли православного христианства. А вот теперь давайте подумаем, а что происходит с Россией? Кармические что, мы заработали эти? Мы ведь могли не принять. Говорим, вот такой сихой Владимир солнышко. Но дело-то не в нем. И вот теперь приходится нам с вами служить этому сатанинскому эгрегору, поставлять ему наши души, перегонять ему наш потенциал. Вот уже целая тысяча лет вот такая вот катавасия. так что на этом сегодня мы заканчиваем наше занятие. вводную маленькую лекцию прочитал и считаю, что этого пока достаточно, чтобы дальше нам заниматься. Есть какие-нибудь вопросы? у нас молчить? Вот эти сущности, которые рождают человека, они же тоже как-то рождаются рождаются и потом когда достигают верхнего плана они там друг другу не мешают у них же тоже какая-то жизнь они рождаются по образу и подобию ведь это же все есть рот небесный создал по образу и подобию человека с образу и подобию это есть и в библии практически бесконечность и вечность там достаточно места всем и раз по возу и подобию и объясню это сущность конце концов эволюционирует до самого рода то есть пройдя все все уровни плазменные то есть пройдя всего не материальные энергетически в конце концов он накапливает столько информации что сливается с вас с самим родом то есть высшим планом информационным это путь нас с вами у нас есть путь один эта информация и духовность вот наша задача а у нас что на земле делается для чего мы деньги зарабатываем для того чтобы есть и ходить на работу а работаем для того чтобы заработать деньги то есть мы фактически изменили мы предали будем так говорить высший план вот мы не соответствуем абсолютно вот сейчас эти вот все куча болезней различных вымирание идет над нации целых народов на по этой причине это причина просто на пусто от нас отказываются те кто нас создавались мы не выполняем тех функций которые нас возложены нас что перевели другое измерение материалистическое материализованное сознание оно не может выполнять тех функций какие должны быть ведь понимаете еще понятие о счастье ведь тут очень серьезно все понятие о счастье ведь у каждого свое понятие но вы можете со мной на одном согласиться сколько ты материального плана не получай вот можно получить все ну получи ты машину получить 10 получили любые дворцы получи не знаю если ты мужчина может там тысячи любовниц получит самых изысканных сам от всех от все тошнить начнет от всего будет тошнить от машин затошнит со временем от дворцов затошнит от отрошка от роскоши затошнит от красавиц бегать будет счастье нет материя не может дать человеку счастье никакого ощущения счастья и законченности и самодостаточность только бесконечное познание и бесконечный рост материи и познание материал на планах чем не только на земле этого достаточно космос вот здесь вот здесь когда ты этим путем движешься только тогда ты постигаешь и под них начать ощущать себя по-настоящему счастливым когда она перед тобой раздвигаются эти горизонты до бесконечности ты ты начинаешь понимать процессы которые проходят во вселенной и самое интересное что ты участник этих процессов становишься со временем ты начал управлять этими процессами вот наша задача какая теперь вы понимаете почему наш вот этот мир клонится сейчас гибели он должен что обновиться снова и снова может быть начнется какое-то движение вперед но как это будет я не знаю самое печальное то что это безумие которое вот охватывает час людей она должна закончиться потому что сущности сущности они для сущности и безумца не нужны поэтому как только крыша поехала он в гроб он сразу играет в этот свет вымирание то какое огромное и теряет еще возможность рожать подобных себе чуть-чуть с крыши не так уже не рожаются дети тоже дети не появляются просто-напросто идет стерилизм ведь многие очень много много семей которые не могут родить детей просто не могут синдром одиночества на западе да у нас он тоже самое представьте 30 процентов людей которые не имеют право вот в силу своего своей бездуховности в силу своей пустоты внутренней да они с высшего плана как бы право это спускается они имеют право иметь семью они просто не живут в семье не нужна семья они как животные случаются с лучкой идет иногда позвонил там машка прибежала и все или там он к машке съездил вся жизнь в этом наступает время старости он один где-нибудь в своей квартирке там или в больнице концы отдал его потом в морг свезли потом на свалку выкинули вся жизнь вот так он уже ничего не рожает представляете что получается 30 процентов населения западных не имеет будущего своих детях это что выходит что сущность что отказываются отказываются от таких вот носителей сознания от своих частей которые так и не поднялись на какой-то определенный уровень а что получается можно конечно обвинить сатанинский игрок это он виноват а он ли виноват а вот владимир солнышко виноват чтобы приняли христианство вот на примере катаров например если бы мы там упирались сражались с христианами как эти сражались три графства три графа всего-то было против всей европы и на них было организовано ни много ни мало 5 крестовых походов 50 лет войны 150 лет их выжигали огнем и они боролись до последнего человека говорят трое осталось всего посвященных высшего плана трое внесли знания и ушли из мансигюра три человека осталось чтобы эти знания сохранить ради знания если бы нет они погибли если бы так боролись бы наверно не были вот в этой дыр как вы сейчас оказались вот так и также чернобога нечего обвинять тем более сатану он выполняет свои функции правильно делает гонит нас к могиле правильно нам навязывается свои свои ценности материальные правильно мы принимаем их эти ценности принимаем принимаем а чё тут обвинять вот сатана виноват все он виноват это он все соблазнит а он все это сделал да не он это мы сами делаем это хорошо это понять чак не захочет не заставишь есть такой закон потом будем разбираться закон свободы воли там законы когда начнем космически разбирать каждому разбирать закон воли ты захотел он и вот его встречаешь один на один вот он стоит перед тобой готова и сюда бежна еще парень ты хороший но я думаю по-другому моя воля такова и уже ничего не сделает потому что он то соблюдает космический закон он выше тебя удара сатана выше тебя он соблюдает космический закон неприкосновенность твоей воли ты отказался все достаточно слова сказать он ушел от тебя он тебя уже не трогать а мы если разобраться мы хуже сатаны мы его хуже намного мы опустились ниже нам но об этом другой 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 раз и более подробно спасибо